Время Past Perfect Continuous в английском языке. Где, когда и в каких случаях его использовать. Здравствуйте, меня зовут Алена Привиденцева, создатель English for Future. И сегодня мы поговорим о правилах использования Past Perfect Continuous и как с легкостью разобраться с этим временем. Первое, что нам необходимо понять, Perfect Continuous обозначает то действие, которое длилось какой-то определенный промежуток времени. И на этом нужно всегда обращать внимание. Второе, это время, которое произошло в прошлом. И его уже не вернуть. Третье, нам нужно нарисовать временную линию, на которой мы четко будем видеть, когда это действие началось, сколько оно длилось и где оно закончилось. Самое важное, что, скорее всего, оно закончилось именно тогда, когда произошло какое-то другое действие в прошлом, скорее всего, в Past Simple. For example, например, He had been doing his home task for three hours when his father called. Он делал домашнее задание уже три часа, к тому времени, как позвонил его папа. То есть он уже делал домашнее задание на протяжении трех часов и только тогда позвонил его папа в Past Simple. То есть время Past Perfect Continuous это то время, которое происходило какой-то продолжительный кусочек времени перед каким-то действием в прошлом. Для того, чтобы с легкостью разбираться во временах Past Simple, Past Perfect and Past Perfect Continuous в разнице между этими временами, я сильно рекомендую вам рисовать временные линии, которые визуально будут показывать, где, в каком из точек и промежутках времени используются и было задействовано данное время. Какое действие мы описываем с помощью данных времен. Если вам понравилось данное видео, оно было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первым узнавать о моих новых обучающих уроках. See you in our next video classes. С вами была Алена Приденцева. See you. Bye-bye.